Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете, и выработаем вам определенные рекомендации. Ну, во-первых, что мне сразу хотелось бы сказать вам, это то, что в вопросе вашем сквозит такая, знаете, неопределенность, довольно серьезно, в плане того, что вам вроде бы что-то не понравилось, да, вот, вроде бы вам что-то не по душе сформировать до конца. Это, что именно не по душе вы не можете, ну, по крайней мере, мне так показалось, да, вот. И, соответственно, это вводит вас в состояние такого состояния, может быть, ступора, может быть, растерянности, может быть, какой-то неопределенности, которое, которое состояние вам очень сильно не нравится. Вот это то, что мне показалось. Ну, соответственно, зависит это напрямую от того, как вы себя ставите в отношениях с молодым человеком, да и вообще с людьми, и какими ценностями вы при этом руководствуете. Итак, вы пишите. Провели вечер с молодым человеком, смотрели фильм, общались, был легкий плюс след. Неплохо, если учесть только то, сколько времени вы знакомы. То есть вот напрямую здесь зависит всё от того, сколько времени вы знакомы друг с другом. То есть, если вы знакомы друг с другом, допустим, ну, несколько месяцев или недель, то то-то происходит это хорошо. А если вы знакомы с ним, там, несколько дней, то то происходит совсем нехорошо. Потому что, по сути, это просто общение без, значит, некого такого фундамента. Объединяющего вас, да, и не очень понятно, по поводу, ну, на основании чего вы со своим молодым человеком познакомились. Хотя, безусловно, это основание есть. Дальше. Был легкий след, впечативый. Тут, опять же, очень важно то, как вы сами относитесь к легкому флирту, ну, и вообще к флирту. Вот. Считаете ли вы его уместным? Что вы вкладываете в него, вот, во флирт, да? Что он для вас значит, и так далее. Потому что у молодого человека, например, может быть свое восприятие этого самого легкого флирта. И соответствующие ожидания от него, от флирта я имею в виду. И если вы не выразите, а в лучшем случае не озвучите то, что для вас означает флирт, и как вы его воспринимаете изначально, сразу, то мужчина вполне вероятно может почувствовать себя, ну, скажем так, отделенным, обиженным, обманутым и так далее. Хотя при этом вы, естественно, ничего такого не делали и делать не планировали. Дальше. Вы пишете, что близости не было по моей инициативе. Интересно, что вы сами, как бы, об этом говорите. То есть вы говорите о том, что близости не было. То есть, я так делаю выводы, что были случаи такие, вероятно. Но опять же, вот здесь, понимаете, да, можно ошибиться. Но вероятно, у вас были такие случаи, были такие случаи, что молодые люди хотели близости на первых свиданиях. До свиданиях, да, вот, возможно, возможно, вот. Вот, и вами, вами, это было воспринято очень негативно, я так подозреваю, да. Вот, то есть, ну, вы считаете, что, соответственно, так нельзя, да, и вы говорите, что я не сторонница секса на первом свидании. Хорошо, 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 что вы не сторонница секса на первом свидании, но насколько вы дали это понять своему мужчине. Далее. Позже парень отвез меня домой и всю дорогу молчал. В самом начале встречи сказал, что болит горло. Хотя бы этом задевал меня, дотягивался пальцем до моего бедра, и как бы тыкал, трогал мои волосы. При всем этом улыбался. Ну, в общем-то, в данном случае его поведение можно рассматривать, расценивать, как поведение человека, который, не имея возможности проявить к вам вербальную активность, проявлял активность невербальную. То, что он дотрагивался до вашего бедра, ну да, может, однозначно, что он хотел с вами близиться, но также может означать, что он и просто хотел с вами какого-то взаимодействия, потому что у него болело горло. С другой стороны, непонятно, как вы общались, ну, как вы с ним общались, да, если у него болело горло. То есть, я хочу сказать, что в начале своего ответа, в начале своего ответа, я сказал, что очень важно, как вы себя ставите к человеку. И в данном случае, в данном случае, вы взаимодействовали с ним так, как будто он полностью здоров, ну, я полагаю, что это действительно так, и мужчина, соответственно, проявлял свой активный трон настолько, насколько это было для него возможно. Да? То есть, здесь вам что-то не понравилось, получается, в том, что он дотрагивался пальцем до вашего бедра. Ну, вы считаете, что это был намек на секс? Ну, тогда вам нужно было бы просто отреагировать на это, сказать, что ух, какой, типа, ты активный, какой, типа, ты торопливый, не спеши, а как же завоевать женщину? Или ты думаешь, что я девушка легкого поведения, ну, или что-то типа того, да? То есть, кто, как бы, соглашается на секс на первом свидании, ну, только несерьезная девушка, да? Ну, за исключением некоторых случаев, когда возникают чувства и влечения сразу взаимные, или когда люди просто встречаются с этой целью, с целью переспать. Вот, то есть, вы просто могли бы ему это сказать и все, но вы это не сказали, вы это не сказали, вы не обозначили свою позицию. Вы пишете, при всем при этом улыбался, то есть, мужчина, в принципе, был настроен к вам позитивно и, ну, активно-позитивно, да? Вот. Вы пишете, у меня возник вопрос, почему отвез? А в чем проблема? Аноним. То есть, по какой причине вы задались этим вопросом? вообще? Ну, мужчина проявил себя, галантно мужчина, проявил себя как настоящий мужчина, да? То есть, раз он вас пригласил к себе, к себе, к себе, да? Вот. Значит, соответственно, он несет за вас ответственность. Вот. И, соответственно, по этой причине он вас и отвез разве это плохо, разве это странно, понимаете? то есть, вот здесь, конечно, здесь, конечно, интересно ваша позиция, интересна ваша точка зрения, да? Интересно, вот, ну, как вы пришли к тому, чтобы такой вопрос, собственно, собственно, собственно говоря, задач, вот, то есть, что именно вам здесь непонятно, да? Мог сказать свои проблемы, как будешь домой добираться, мог легко отвезти на вокзал, высадить где-нибудь на прикрестке и сказать, сама доберешься. А с чего ему так делаешь, аноним? Когда я выходил из машины, он сказал, молчал, горло болит. Ну, и, опять же, и в чем проблема? Если вы имеете в виду, что он с вами общался, когда вы были у него, смотрели фильм, а когда вы ехали в машине, он молчал. Если вы это имеете в виду, то здесь может быть сразу несколько причин для подобного, да? Значит, одна из причин такая, что он ну, действительно хотел с вами близости, действительно хотел с вами возможно переспать. Это ну, не исключено. вот, для здорового человека, ну, для здорового сильного мужчины подобная позиция вполне, вполне адекватная, вполне нормальная, вот, как мне кажется. И то, что вы ему не дали этого, да, то, что вы ему показали, что вы не такая и что вы не готовы поступать в такого рода отношения, это лишь заставило его фрустрировать, ну, переживать отказ, но при этом мужчина достаточно адекватный, чтобы, чтобы относиться к этому позитивно, намекательно, намекательно на то, что он все равно хотел бы с вами сблизиться, вот. То есть, может быть, он и хотел, да, да, может быть, он и хотел, так и есть, может быть, но это ничего не значит. И уж точно это не означает, что из-за того, что вы с ним не переспали, он должен был вас не подвозить. то, что вы так думаете, то, что вы так считаете, скорее может свидетельствовать о том, что вы недооцениваете себя. То есть, у вас занятие на самооценке. После этого он молчит, хотя на мои сообщения отвечает. Ну, понимаете, здесь то, что он молчит, да, это просто говорит о том, что сейчас некий кризис для него. Для него сейчас некий кризис. В том смысле, в том смысле кризис, что он на что рассчитывал. И он это не получил. Ну, того на того, на что рассчитывал. Да, он не получил этого. и ему нужно время, чтобы понять, чего он дальше хочет. То есть, хочет ли он таких отношений с вами. Дальше, дальше, ну, без какой-то определенности, да, без каких-то гарантий того, что вы дадите ему то, что он хочет. Вот. Нужны ли ему такие отношения или нет? Вот что думает сейчас мужчина. Вот какие мысли сейчас у него в голове. Поэтому это нужно учитывать обязательно. Дальше. Может таким образом он меня динамит или нет? Ну, понимаете, динамить это слишком сложная деятельность, требующая, требующая, я бы сказал, усилий, требующая, я бы сказал, знаете, расчета какого-то. Вот. Если честно, я не думаю, что он ваш динамит. Я думаю, что ему, да, ему может быть неприятно было то, что вы ему отказали. Ему было неприятно это. Это вот безусловно. И он переживает. Он переживает. Переживает то, что вы ему отказали. это так. Действительно. Но то, что он специально вас динамит, нет, я не думаю. Я думаю, что вы сами обращали, обращаете на это внимания. Не случайно. Что это может быть вы сами увлекались тем, что динамины. Вот. Может быть так. но еще раз повторюсь, что очень вряд ли, что мужчина вас динамит. Здесь. Забирали встретиться. Встретиться у него не получилось, но он и тут предупредил, что не знает, как долго будет на работе, а потом прислал сообщение, что все еще на работе. Ага. Вы знаете, у меня возникло ощущение, что вы как будто ищете подвох, как будто ищете, знаете, второе дно, как будто вы пытаетесь в чем-то не знаю, уличить, его, как будто вы постоянно ожидаете чего-то плохого. Вот. То есть, если вы пытаетесь его чем-то уличить, то это означает, что вы играете в игру «Попался в Дукин Сын», когда человек пытается найти в действиях другого постоянно какие-то подтверждения его недобросовестности или его корыстности, понимаете? Вот. То есть, это опять же, к сожалению, как правило, завязано на вашем собственном страхе. То есть, это, грубо говоря, вы, вы чего-то боитесь, вы чего-то опасаетесь, да? это вы, это вы, значит, сами не хотите, там, грубо говоря, думать, думать, ну, думать о себе как-то плохо и вот пытаетесь перенести ответственность на мужчину. Мне кажется, это не совсем правильный расклад. То есть, вот у меня такое ощущение, да, что, вот вы говорите, но он и тут предупредил. То есть, как будто, знаете, вы от него ожидались, что он не предупредит, да? Вы от него ожидались, что он там поступит как-то, значит, плохо, а он вот такой хороший человек, да, взял и поступил хорошо. И вы не ожидали этого, и теперь что делать, вы не знаете. Знаете, ну, примерно, примерно вот так это выглядит. понимаете? Какая история. Дальше вы спрашиваете, как быть? Мне парень очень нравится. Ну, тут, соответственно, надо обязательно уточнить, как быть, чтобы что? Чтобы что? Как быть? быть? То есть вы чего хотите? Если хотите с ним общаться, просто, вот просто ходить с ним общаться, и все, то нужно общаться, просто общаться с ним, и если человек ваш, если человек ваш, он никуда не денется, он будет с вами, он пройдет через этот, ну, через этот кризис, вот, если, ну, если человек ваш, еще раз повторяю, да, если же человек интересует, как вы опасаетесь, да, только секс, например, что в таком случае он до задней, до задней ход, и вы сможете понять, что это не ваш человек, что это не ваш мужчина, что с ним вам делать нечего, делать нечего, что он вам не даст, того, что вы хотите, вот, то есть нужно определить, что вы хотите исходя из твоих целей, уже действовать, но, знаете, что я хотел бы вам заметить, я хотел бы вам заметить, что вы ведете себя в отношениях с мужчиной, да, вы ведете себя в отношениях несколько странно, я бы сказал, то есть, что это значит, что значит странно, да, странно, это значит, что либо вы боитесь вас странно, вот, либо вы чересчур большое значение придаете этому маларому человеку, желая, желая, чтобы он удовлетворил ваши потребности, ну, какие-то ваши желания, да, я сейчас не говорю о, там, например, сексе, или о чем-то таком, я говорю исключительно только о, значит, ну, исключительно только о ваших желаниях, не говорю о сексе такового, то есть, мужчины для вас очень многое значит, и подобный аспект, когда человек становится слишком важным, слишком значимым, вот подобный аспект мне представляется весьма и весьма негативным, потому что это нарушает, это нарушает естественное течение отношений, то есть, как бы вы в отношениях больше не можете быть собой, вы сверх мотивированы на то, чтобы быть в отношениях с этим человеком, вот, и мне кажется, мне кажется, что в первую очередь вам нужно свою мотивацию снилить, чем бы она ни была и по какой бы причине она у вас не появилась, потому потому ну потому что во всех остальных случаях вы рискуете оказаться у разбитого корыта, то есть, мужчина здесь либо поймет, что вы в нем нуждаетесь, например, и будет этим как вы правильно боитесь манипулировать, да, вот, либо он просто уйдет, потому что, ну, не каждому человеку понравится, когда в нем вот так нуждается. То есть, вот это вот, я надеюсь, вы для себя тоже, тоже выявите, я надеюсь, что вы для себя это тоже зафиксируете. Вот. Ну, и если если вы действительно боитесь одиночества, если вы действительно боитесь того, что можете остаться одна, то это соответственно скорее ваша проблема, чем проблема мужчины, и именно вам сперва нужно разрешить данное противоречие, да, вот, и только потом вы сможете вытравить отношения, отношения. Вот. Ну, и я надеюсь, понятно нам такая ситуация, что очень важно, как вы выстраиваете отношения с мужчиной, на каких вы это делаете основания, на каких вы это делаете основу, отношениях, то есть, что для вас главное в отношениях, на что вы ориентируетесь, понимаете? Понимаете? Мне представляется, это также достаточно важным моментом, потому что это напрямую зависит от ваших потребностей, а они, потребности ваши, напрямую влияют на ваше поведение. Вот. Поэтому я думаю, что именно так вам и стоит действовать. То есть, мужчина, если у него есть какие-то желания, совершенно не обязан с вами их реализовывать, вот, вы совершенно не обязаны под него прогибаться, вы можете взаимодействовать с ним, так как, ну, так как хочет, например, он, так как хочется ему лишь настолько, насколько это сорвет вашим допустимым границам, да, и, в принципе, все. Больше здесь ничего не нужно. на всех остальных случаях вы рискуете просто-напросто себя предать, вот, чего, я уверен, вы не хотите, ну, чего я надеюсь, что вы не хотите, вот так, да, можно сказать, вот, и, соответственно, как быть, да, ответ, ответ на этот вопрос, как быть, раскрывается через вашу цель, вот, какие у вас цели, какие у вас желания, вот, от этого и зависит, как вам быть, как вам себя вести. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы послушаете другие мои ответы, может быть, там вы тоже найдете для себя что-то полезное. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Продолжение следует...